ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму ютуб-каналі Курбанова Лайв. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої антикринжатини і перепису того, яким боляче, як вони страждають від свіжих прильотів. Ви не забувайте лишати нам вподобайку і обов'язково підписуйтесь на ютуб-канал Курбанова Лайв, бо сьогодні ми вам покажемо таке. На Росії знову неспокійно, а хто з нами давно, той знає, що я ще понад рік тому пророкувала, що до росіян почне долітати. Долітати в абсолютно різні регіони, і це будуть НПЗ, воєнопромисловий комплекс, і не тільки. Якслільки ми зможемо наростити свої сили, створити безпілотники, і не тільки, так в них і буде палати. І це ми ще не дочекалися американської згоди використовувати, зокрема, і їхнє озброєння. Тож, ми зібрали усі найпрекрасніші, найчудовіші, найпалаючі кадри сьогоднішнього дня і що відбувалось за парєбріком. Дякую за перегляд! 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 Но я думаю, что я настроен оптомистично, что при Трампа этого не будет, по крайней мере, по отношению к России. У Трампа совершенно другое отношение к России. Трамп не считает Россию угрозой или врагом. И я считаю, что именно мирный процесс, который он предлагает, я думаю, что это будет именно таким первым шагом. Вы понимаете, какой он мирный процесс предлагает? Я пока честно, что он не очень понимает. Нет, то, что обсуждается в СМИ. Нет, давайте по порядку. Вот что ему мешало так же думать и действовать, главное, по отношению к нашей стране в первой его президентской сфере? Обвинения. Конгресс и обвинения. Андрей, это будет... Можно ли мне Майкл объяснить? Да. Да. Нет. Ну, давайте. У него щило в одном... Да, вот, понятно. Успокойся. Ну, 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 ну. Это совершенно другой этап. Это было, конечно, в разгаре кризиса. На Трампа давили, он был криминовский агент, он должен, он был вынужден показывать, что... Сейчас он свободен от этого, да? Сейчас это уже другой этап. Это этап решения этого конфликта. У него есть конкретные идеи. Я думаю, что эти идеи... Хорошо, а если вы так хорошо понимаете его? Они выгодны России. И это может быть тем шагом, о котором вы говорили? Пока мы ни о каком шаге не говорили. Вы мне тогда скажите, вот если вы так хорошо сейчас понимаете эту ситуацию, а что Трамп думает о нас? Мы сейчас, вот, Россия для него, это кто? Соперник. Это что? Враг. Возможный друг. Партнер. Я говорю, у Трампа гораздо больше уважения. Он не... Уважать можно человека или там страну по-разному. Можно уважать и при этом бояться. Можно уважать и при этом, я не знаю, любить. А можно и ненавидеть. У Трампа нет этого высокомерия. Он не будет считать Россией мораль. Это уже что-то. Он считает, что у России есть право на свои национальные интересы в своем дворе. Это уже что-то. И я думаю, что вот эти снятые санкции, это может быть та морковка, если Россия согласится на условия Трампа по поводу... Нет, мы на морковке не разминяемся. А знаете, где справедшее життя россиян? Ні-ні, звісно, не в их телеку. Не те, что рассказывают в теплих, ошатных и очень дорогих пропагандистских студиях. Правда, вона завжди у социальных мережек. Потому что там життя россиян без купюр. Там те, что не выгадывается и не пытается они это как-то все прикрасить и подать по-особливому. Ні. Всю жесть, все днища своего життя, они саме там спочатку самі фільмуют, а потім выкладывают. Тож, власне, и мы, как и завжди, сделали неймоверную подбирку социальных мереж россиян. Дом разрушен не совсем. Может быть хватит тех денег, которые будут выделяться на капитальный ремонт. А может и не хватит. Все зависит от обстановки. Если на территории поселка Каучук будет восстановлена инфраструктура, коммуникации, будет газ, будет вода, будет работать детский сад, будет построена новая школа, конечно, мы вернемся и будем жить на своей родине. И по эти по 7 тысяч, может нам и хватит. Покрыть заново крышу, заменить там двери, вставить окна. Мы должны постараться. Ну попали мы в такую ситуацию, мы все понимаем, мы приграничье. И я думаю, президент нас тоже должен понять, ускорить хотя бы разработку тех программ, что будет с нашими селами, именно селами Куриньского района. Ешкин кот, ночью прилетела, ега, ешкин, блиндаж. Вот сейчас, роемся, откапываемся. Половина личного имущества сгорела просто. Вот такой депутат от ЛДПР собрался поехать на СВО. В комментариях пишут, по такой мишени даже слепой не промажут. Мы отряды Путина прослышали о том, что наш бренд Лайм обвиняют в том, что он копирует одежду таких фирм, как Сен-Луран и Селин. Мы с этим не согласны. Мы все вместе обращаемся к брендам нашим, российским. Что ваша задача, ребята, сделать наших людей красивыми. Чтобы к Новому году все наши женщины были самые привлекательные, самые обаятельные и в вашей одежде, в российской. Вперед, ребята, так держать. Хочется еще пожелать вам и попросить вас о том, чтобы вы шили размеры чуть-чуть побольше, чтобы мы могли ими тоже воспользоваться. Ваша задача сделать высокую моду доступной для всех нас, российских женщин. Вы с этим справляетесь. Дорогие россияне, нам очень нравится производство наших брендов. Во-первых, они подходят ко всем. Они творчески подходят и к людям, и к бюджету. И настолько уютно в этой одежде, что лучшей одежды нашей, российской, нет. Я призываю всех покупать одежду только российских брендов. Молодцы, ребята. Творчество вам. Успехов. У нас много. Мы решили помочь вам духовно. И наш внутренний курс предоставляет вам отлечься от проблем и насладиться песнями под поярками. Знаете, мы помогаем. Я метал всем здравия. Что такое идеология и как она влияет на наше сознание, на мышление, восприятие, поведение. Идея развития государственного значения, комплекс мер, направленных на поэтапный путь повышения технологий, жизненного уровня и всех аспектов жизни всего народа страны. Прежде всего, общее цивилизационное развитие – это есть идеология. Она всегда опирается на культуру, историю, уклады, на опыт государственного строительства и берет все самое передовое, доказавшее свою эффективность в деле процветания и стремление к лучшему будущему через стратегическое планирование, анализ, учет всех ошибок, которые были допущены для более детальной проработки плана развития всего общества. Когда есть государственная идеология, в стране есть и развитие. Когда госидеология запрещена, развития нет. Запрет на идеологию всегда пишет страна-победитель в войне, чтобы проигравшая сторона никак не развивалась и ничего не представляла. Никакой угрозы для страны-победителя или оккупанта. Так сложилось, что Россия проиграла холодную войну Америке в 1991 году. США зашли на нашу землю и запретили нам идеологию, переписали все наше законодательство через американскую компанию ICID, в том числе все кодексы и конституцию. Это отразилось тяжелейшим ударом по стране и населению. США стали грабить Россию, расчленять на множество независимых государств. Некогда единый народ оказался в других странах под властью Америки. Конфликт, терроризм, ограбление, наркотики, бандитизм усилился многократно, пропал контроль над государством. Враг стал разорять нашу землю и истреблять население, промывать мозги, чтобы посеять либеральную идеологию, по технологии разделяя властвую. Госидеологию США для нас запретили, чтобы не думали, как спасти свою страну и скинуть оккупанта с нашей родной отчизны. Враг фактически запретил нам думать. Но есть люди, сплотившиеся вокруг президента России Владимира Путина, лидера национально-освободительного движения, под общим замыслом возродить суверенную страну и избавиться от статуса колонии Америки. Не смог всех враг сделать идиотами, не смог он до конца разгадать наш культурный код. Есть активисты и сторонники НОТ, у которых мозг в голове, а не в другом месте. Если вы хотите спасти родное отечество, пока не поздно, но не хотите идти в окопы, идите применять знания, полученные от изучения истории, законодательства и экономики. Поддержите своим участием реформу президента России. Становитесь правовой гвардией Владимира Путина, активистами национально-освободительного движения. Правовой фронт самый важный. Для мер обеспечения нашей победы, и военной в том числе, мы, граждане тысячелетнего государства, должны скинуть оккупантов США дальше. Мы через конституционную реформу попишем свою госидеологию для нашего независимого развития и восстановим суверенитет. Между мирным небом, полным государственным суверенитетом и текущей обстановкой большая пропасть. Это отсутствие всеобщей воли к свободе и независимости от иностранного управления. Когда народ заполняет пробел своим участием, действием и стремлением избавиться от оккупации, начинается серьезная борьба, которую враг даже с помощью своих иноагентов-предателей не выдержит и уйдет с нашей земли. Честно, молчать нет сил. Сейчас увидел пост в секунде, что человека Андрея оштрафовали за организацию митинга на 20 тысяч. Потому что человек не стал терпеть, не знаю, организатор он, не организатор, он же законность соблюдает, любит соблюдать, да, там правоохранительные органы, администрация про законность нам рассказывает. При этом законность их куда надо, и куда что дышло, куда повернул, туда вышло. У них законность есть, у них не смущает законность помойки, свалки, ямы на дороге, нарушающие ГОСТ, неправильно выставленные знаки, игнорирование запросов, в том числе и в прокуратуру, между прочим, и в полицию зачастую. У меня есть такие запросы, на которые ответы не получил и через полгода. Вот молчать не могу. Человеку выписали штраф в 20 тысяч, это человек, который пострадал, да, который беженец, который остался, скорее всего, без дома, давайте будем правы. Его сейчас нахлобучивают, ну да, у нас по закону, да, про справедливость, мы молчим. На 20 тысяч, вот реально, у нас уже история была с Палом, когда его тоже за митинг выштрафовали, а он фотографировался по своей сути с людьми, а почему-то это решили, что это митинг. У нас такие вот законы интересные, факта митинга нет, ну, митинг у вас будет. Сейчас ему присудили 20 тысяч. У меня желание, я уже, честно говоря, стыдно просить нельзя, прошу, мы собираем там военным, а чё ты сейчас я буду публиковать сегодня, скинуться чеку на штраф, для меня это позорище. Кто-то дивился до конца, то сьогодні від нас отримает зероньку, у том числе, який у нас сталевых нервов. Вы, друзья, которыми щоденно прокачиваете свои скелы, и мы вас с этим вітаемо, потому что все те терпение, которому мы навчилися, весь цей анализ и критичное мислення, обовязково допоможуть нам легче пройти весь непростий шлях до нашої перемоги. Не забывайте коментувати, почути і побачене. Обовязково лишайте нам сподобайку, тому що тільки так ми можем розповсюджувати всю зібрану інформацію. Ну, і, звісно, підписуйтесь обовязково на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі. Дякую за перегляд!